Пусть Бог благословит вас! Знаете, прежде чем я буду проповедовать, я хочу сказать, что прямо сейчас, не завтра, но прямо сейчас уже решена наша вечность. Где мы будем проводить вечность? В аду или на небесах с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Прямо сейчас ты уже решил, где ты будешь. Но радость, радостная новость в том, что если у тебя, вот представь твой регистр, если посмотреть, вот прямо проанализировать, где вот прямо сейчас ты будешь, если ты умрешь. Прямо можно определить, где ты будешь, в каком состоянии ты находишься. Когда поверил ты в Иисуса, не поверил, принял ли ты Его или нет, прямо можно будет определить примерно, где ты будешь. С точностью до 99%. А если ты не принял Иисуса, там будет все 100%. Радостная новость в том, что именно сейчас, не потом, сейчас ты можешь изменить свою вечность. Вот радостная новость в чем. Друзья, никто заранее не знает даты своей смерти. Никто. Мы все живем и внезапно с человеком происходит. Вот у меня племянник в Эстонии, в Таллине, уже на вторые похороны ходит. Хоронит от суицида своего друга, второго уже, друг детства. Скажите, разве это нормально? Жил человек, нету человека. А сколько людей умирает внезапно? Внезапно. Он жил, его нету. Что-то произошло с ним, может, у него какие-то планы были на жизнь, может, большие, но все оборвалось. И что? Он предстал предвечностью. И если он попал не в ту вечность, это беда с вечными последствиями. Самое страшное, что может присутствовать в жизни человека, от чего человеку надо избавляться и о чем надо подумать, это грех. Если вы грешите интеллектуально, вы не грешите как грабитель, вы не грешите как прелюбодей какой-нибудь там, или вор, или лжец, вы как-то грешите, скажем, культурно. Это все равно грех. И из-за этого грех человек опускается под тяжестью. Он опускается в ад, в погибель. И все, кто еще желают изменить свою вечность, это нужно сделать не потом, а сейчас. Сейчас, сегодня. Библия говорит, сегодня день спасения. Почему я об этом говорю? Потому что я считаю это важным. Там что есть и во что одеться, это второстепенные вещи. Они нас волнуют, но мало, мало волнуют. Нас волнует душа человека. Поэтому все, кто сейчас здесь, все, кто сейчас смотрит, пожалуйста, проверьте свою вечность. Знаете, это всегда нужно делать. Нас на вождении, когда учился, нас учили, что надо первым делать, прежде чем вы сели в машину. И это никто не делает. И у нас инструктор задал вопрос, что нужно делать первым, когда ты сел в машину? Что нужно первое сделать? Вы кто-нибудь знаете? Осмотреть. Машину нужно осмотреть. Все ли в порядке с ней? Представьте, вы садитесь в машину в утро, вы даже не задумываетесь, сел. Поехал. Все, быстрее опаздываешь. Никто это практически не делает. Колеса все целы. Вообще колеса на месте. У меня один парень, у него было плохое прошлое. И он рассказывал, что они снимали колеса. Представьте, водитель с утра выходит, весь уже в таком стрессе, надо двигаться на работу. Он входит в машину, садится, зажигание включает, и она не едет. Он полный газ. А она на кирпичах стоит. Колес нет. Послушайте, надо проверить свою жизнь. Ведь ничего плохого же здесь не говорится. Проверь, проконтролируй. Зачем вот эта беспечность? А, там как-нибудь пройдет. А, там нормально, пойдет. Прекратите. Это ваша жизнь. Это ваша жизнь. Невременная. Вы пальчик обожгли, вам так больно. Прямо такое сострадание и сочувствие. Я тоже обжигал пальчик и руку. Представьте, люди будут гореть вечно в аду. Так стоит задуматься. Если что-то не в порядке в твоей жизни, меня это прямо сейчас. Не жди будущего. Не жди. Его, возможно, не будет в твоей жизни. Кто-то доживет до глубокой старости. Кто-то умрет в молодости. Так и происходит в жизни. Поэтому Иисус, Он говорит, что это земная жизнь, подготовка к вечности. Подготовка к вечности. И насколько ты здесь сделаешь решение, как ты живешь, это отразится на твоей вечности навсегда. Поэтому задумайся. Если есть грех в твоей жизни, его срочно нужно убирать. И радостная новость в том, что ты еще не попал в погибель. У тебя еще можно изменить. Но если ты это сделаешь. А если ты откладываешь, вот этот дух откладывания, потом, знаете, как у нас всегда это принято, потом, потом, потом суп с котом, как говорится. Итак, тема проповеди будет называться «Состояние ожидания». Состояние ожидания – это прекрасное состояние. Благодаря этому состоянию, когда человек ожидает от Бога что-то, да? Богу очень легко проявляться в жизни такого человека, отвечать на его молитвы и благословлять его. Вы знаете, что Бог не может кого-то благословить. Бог хочет, но не может. Он не ждет, он не ожидает. У него нет, другими словами, веры. В Евреям 11.1 говорится, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера осуществляет только то, что внутри сердца ожидает. Представьте, есть люди, которые верят в Бога и ничего от Него не ждут. Ах, я просил, ничего не дал. Ах, что там Он даст мне? Знаешь, Бог сам не будет плох. Состояние ожидания – это яркий признак веры. Если человек ничего не ожидает, то ему и нечего осуществлять. Нам очень важно ожидать от Бога. Послушайте, Бог не мертвая личность. Бог живой. И когда ты с Ним имеешь отношение, ты обращаешься в молитве, имей и настраивай свое сердце так, что ты от Него ожидаешь получить. Ты ожидаешь от Него. Когда работник работает на работе, что он ожидает в конце получить? Мани-мани. Он не работает просто так. Послушайте, никто не будет отдавать кусок своей жизни, такой, знаете, лакомый кусок своего дня. Представьте, это уже не вернуть потом. Он не будет просто так это отдавать. Он когда это отдает, он ожидает взамен, взамен ожидает. Что? Зарплату. Послушайте, если мы верим в Бога, наше сердце, пусть оно будет настроено так, чтобы у нас было ожидание чуда. Ожидайте. Вот не теряйте вот этого чуда. Иисус сказал, будьте как дети. А что у детей? Какие качества? У них есть качество, такое качество, которое с годами проходит. К сожалению. Наивная вера. У них есть наивность. То, чего нет уже у взрослых, знаете, я уже много раз об этом говорил, что над наивностью иногда смеются. Особенно если видят, что человек в компании наивный, ему над ним шутят. Ему рассказывают какую-то историю. И он говорит, правда? И все такие, ха-ха-ха-ха, поверил. Понимаете? Посмеялись раз, посмеялись два. Он решил, что он не будет больше таким наивным. Он когда слышит, он уже такой не верит. А вы понимаете, что понятно, в мире так все устроено, к сожалению. Мир, он бывает жесток. Дети бывают очень жестокие. Смеются друг на другом. Взываются друг на другом. Подростки очень жестокие. Потом человек, он подрастает, он меняется, он осознает. У него уже включаются другие рефлексы отношения к жизни. Но с годами, пусть у нас не пройдет наивность. Наивная вера Иисусу. Если он что-то ожидал, он сказал, я скоро вернусь. Послушайте, нам нужно приложить все усилия для того, чтобы ожидать. Ожидание. Ожидание – это подготовка, это платформа для действия Святого Духа. Это, скажем так, возможность и как сигнал для Бога дать тебе чудо. Чудо – это то, что невозможно сделать самому. Благодать. Вот мы слышим такое, знаете, слово «благодать». Что такое благодать? Благодать, например, воскрешает человека из мертвых. Написано, благодатью вы спасены. И сие не от вас. То есть, это Божья способность творить невозможное. Когда мы говорим «благодать», мы должны понимать, что это способность Бога. Это не наша способность. Наша способность, знаете, вот поднял что-то, сделал что-то. Понимаете? Сходил куда-то, сказал. Это наша способность. Принял таблетку. Понимаете? Но Божья способность, она намного выше. И это и есть благодать. Кто себя мог воскресить из мертвых? Как? Никак. Даже Библия говорит, что Бог Христа воскресил из мертвых. Иисус был в могиле три дня. Написано, третий день Он воскрес. Бог воскресил Его из мертвых. Как Петр проповедовал в день Пятидесятницы. Что Бог воскресил Христа из мертвых. Представляете? Для Бога нет ничего невозможного. И часто, из-за того, что нам кажется, что много невозможно в жизни. Это невозможно. Это невозможно. Мы и про Бога думаем, что и Ему невозможно. А я вам скажу, что для Бога возможно все. И вот знаете что? Пусть нас не разочарует. Вот эти, знаете, такие, как сказать, коротенькие молитвы наши, на которых не приходит ответ. Например, мы живем плотской жизнью, допустим. Ну, живем как все, скажем. И бац, у нас какая-то беда, и мы просим Господа, Господи, помоги, помоги, Господи, помоги, помоги. И Он не помогает по какой-то причине. Не приходит чудо. Нет ответа. И мы сразу же разочаруем. Мы же люди как? Не дали конфетку малышу? Он обиделся. Он сразу, все, наши плохие родители. Но нет, разберись, почему тебе не дали. А было ли у тебя время вот это ожидание? Было ли у тебя вот это состояние? Я ожидаю тебя, Дух Святой. Ведь когда ты входишь в тайную комнату, неужели там все происходит машинально? Только зашел, раз ведро на тебя вылили, знаете, Святого Духа, тебе сразу хорошо, ты упал, молишься, тебе классно все. Да бывает по-разному. Бывает ты заходишь, ты ничего не чувствуешь, но ты в веру ожидаешь, что Бог придет. Сейчас Бог придет, будет с тобой общаться. Пойдут сейчас очень благосовенные мысли. Сейчас время в молитве. И ты молишься, молишься, ожидаешь, сейчас Бог меня наполнит. И приходит благодать, и наполняет тебя. Вы поймите, что Бог – это не что-то механическое. С Богом нужно учиться взаимоотношениям. И вот это ожидание – это правильная настройка сердца. Ведь мы живем в ритме этого мира. Быстрее, 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 быстрее. Мы даже детям говорим, одевайтесь быстрее, быстрее. Мы опаздываем, мы спешим. Понимаете? Мы загоняем детей. У них все нормально в жизни. Но мы их гоним, давайте, быстрее, потому что проспали там или что-то еще. Только верой можно угодить Богу. Только благодаря вере можно с Богом сотрудничать и иметь взаимоотношения. Что такое взаимоотношения? Взаимоотношения – это когда ты говоришь Богу, Он тебя слышит. И потом тебе отвечает. И потом Он с тобой разговаривает. Это взаимоотношения. Ты для Него делаешь, Он делает для тебя. Без ожидания чуда. Невозможно увидеть чудо. Когда у нас есть проблема, и мы хотим чудо, то нам нужно ожидать это чудо, что Бог для нас его сделает. А не так, что Бог ответит мне, делай чудо в моей жизни. У меня такая проблема, у меня такая гора передо мною. Такая проблема. А сам внутри нет ожидания. Сделает Бог, не сделает. Такой по пальцам. Сделает, не сделает. Сделает, не сделает. Сделает, не сделает. Сделает, не сделает. Не надо гадать. Слово Божье говорит. Слово Божье обещает. Просите, и да, она будет вам. Но допросит с верою. А вера, она всегда ожидает от Бога. Из невидимого мира. Я вам скажу, на что похожа молитва бывает. Она похожа на рыбалку. Смотрите, рыбак с видимой удочкой идет. Покупает червяка, наживку. Он закидывает в невидимый мир. Послушайте, то, что сокрыто в озере, не видно для физических глаз. Ты только знаешь, что примерно здесь такая рыба водится. Примерно такая рыба водится. Примерно такая рыба водится. Ты ее не видишь. Кто видит рыбу? Кто приходил на рыбалку и видел? Вот реально, ты щуку видел? Такую щуку закинул и тут же выточил ее. Да мы все видели рыбак, они плавают. Это понятно. У нас же есть знание, что там рыба. Но когда мы закидываем, например, блесну, мы же не видим, куда мы кидаем. Мы только знаем, что это сработает обязательно. Может быть, не с первого раза. Может, со второго. Может быть, с сотого раза. И ты кидаешь как можно дальше. И стараешься правильно кинуть вдоль камышей. Потом тянешь. Что в этот момент рыбак делает? Какое у него состояние? Он прямо ожидает. Сейчас будет зацеп. И сейчас руки прямо вот так вибрировать будут. И сейчас он будет тащить ее. Вот так вот будет тащить ее. Тащить. Понимаете? Вот это ожидание. Это интересно. Понимаете? Это интересно. Так же и молитва. Ты закидываешь ее туда, но ты точно знаешь. Ты не видишь, как там все точно. Но ты точно знаешь, что есть Бог. И Он тебе ответит. Послушайте. Даже в Артемей слепой. Внутри у него было состояние ожидания. И вы знаете, что? Благодаря этому состоянию он смог покинуть слепоту. Слепота – это не просто у него были закрытые глазки. Поймите, со слепотой связан образ жизни. Нищего. Слепой – это не просто, знаете, слепой и счастливый. Слепой – это означает нищий. Это означает человек, который должен просить. Это унижение. Дайте, 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 дайте. И все понимали. Никто его как бы не осуждал. Он слепой, не может работать. И ему нужно давать. И каждый раз, когда он протягивал свою руку, он ожидал. Только он ожидал от человека, он ожидал денег, чтобы ему покушать. Иногда такой праведный, а у него там нету. Знаете, как в прошлое воскресенье я говорил, что у многих верующих, я уже о неверующих не говорю, я говорю о многих верующих, что у них внутри головы, если вот так вот раскрыть их голову и посмотреть, а что у него в голове, ты увидишь. Земля. Все мысли о земном. Берешь, думаешь, там, наверное, Слово Божие, там молитва, там вера, там ожидание какого-то чуда. Бэм! Ты не понимаешь, земля. Прямо так написано, земля. Думаю только о земном. Что есть, что пить, во что одеться. Куда пойти, какой фильм посмотреть. Какой телефон купить следующий. Какие джинсы сейчас в моде. Думаешь, ну вот этого возьму. Ладно, братья, там, скажем, возьму сестру. Сестра точно святая должна быть. Берешь, открываешь, так же, все так же. Еще хуже. Земля, земля, земля. Там тройная земля. В духе, в душе и в теле. Несмотря на свой неправильный образ жизни, эта женщина, встретив Иисуса, изменилась вся ее жизнь. Почему изменилась вся ее жизнь? И не только ее жизнь изменилась. Послушайте, она пошла в город проповедовать. И почти весь город написано. Почти весь город. Вот идите, проповедуйте, чтобы почти весь город вышел к Иисусу. И поверил в Него. Идите, попробуйте. Если вы думаете, что это легко. Вот как эта женщина, вот как Иисус на нее повлиял. А почему Он на нее повлиял? Что, таких женщин мало в те дни было? В этой женщине было что-то особенное. Что? Ожидание Мессии. И я вам скажу, это единственное место, которое я увидел, может быть, вы еще знаете в Библии, где Иисус открывается, как Мессия, человеку. Он говорит, это я, который говорю с тобою. Она говорит, пророк, я верю, что придет Мессия и возвестит нам все. Он нам поможет, Он наш Царь. Мы ждем Его. И Иисус ей говорит, это я, кто говорит с тобою. Представьте, какой шок. Ты ждешь, а Он оказывается перед тобой. В притчах о десяти девах Иисус говорил об ожидании. Он косвенно говорил. Матфея 25, 1. Тогда будет подобно Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Представьте, в то время традиции были со свечами, со светильниками, с лампочками, с лампами. Выходить навстречу жениху. Вот жених идет, ты навстречу, и встреча происходит. И когда ты выходишь навстречу, ты же ожидаешь жениха. Когда вы идете на свадьбу, вы что там ожидаете увидеть? Жениха и невесту. А что еще? Написано, они вышли навстречу. То есть, они ожидали жениха. Вот он сейчас придет. И в Библии там, знаете, так написано, что жених замедлил. Решил проверить, насколько их ожидание, ну, реальное, насколько оно сильное. И написано, что все уснули. Ну, понятно, у человека есть лимиты. И все заснули. Ну, у одних ожидание было очень глубоко. Они до сих пор. Его сейчас спроси, ты ожидаешь Иисуса? Он говорит, да. Он скажет, да. Ты хочешь на небеса? Да. Прямо сейчас. Да. Другого верующего спросишь. Ты хочешь на небеса? Да. А сейчас хочешь? Нет. Там, когда-нибудь в старости. Понимаете? Это разные вещи. Это говорит о том, что кто-то знает Бога, и он хочет, потому что он знает, он попробовал, он вкусил. А другой, а кто его знает? Какие там небеса? А вдруг нет вообще небес никаких? Я уж как-нибудь потом. Знаете, такая страховка, перестраховка. Иисус сказал, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Что означает бодрствуйте? Ожидайте. Не сомневайтесь. Вот что такое бодрствуйте. А ожидайте. За суетой этого мира, за всем стрессом этого мира, за всей погоней, зачем гонится этот мир, мы можем перестать, мы можем потерять это состояние. Ведь не зря Иисус говорит там, я знаю, ты очень хороший, ты очень верный, но ты оставил первую любовь, и так вернись к своей первой любви. Представьте, любовь, она ожидает. Иисус говорит этой церкви, говорит, вернись к первой любви. Ты вспомни, где ты упал. И так же нам сегодня нужно вспомнить. Может быть, мы раньше ожидали Иисуса. Знаете, прям такое было состояние, что Иисус прямо вот придет вот сегодня, или завтра, или на следующей неделе, или в течение этого месяца, и ты прямо так ожидал, очищался. Оно не сработало плохо на тебя, оно наоборот позитивно сработало. Ты перестал грешить, ты перестал думать об этом земном. Все, что ты делал, оно было для тебя второстепенно. Иисус был для тебя на первом месте. А потом ты такое увидел. Да Иисус не пришел. А потом тебе кто-то сказал еще, о-о-о-о, да не жди ты, это еще моя бабушка говорила, это еще там верующие говорили, там вот эти пожилые. И они уже в молодости там уже начинали Иисуса ждать. И апостол Павел ждал Иисуса. И вот прошло две тысячи лет еще никакого Иисуса. Поэтому что ждать-то? Ты вот просто знай, что он придет. Нет. Я хочу сказать, ожидай. Вот знаете, как телевизор ожидает, когда вы нажмете пульт. Он ожидает. Он как бы выключен, да? Написано, задремали и спит. А когда пришел хозяин, такой клик, хоп, сразу заработал. Будь вот это. Вот имей вот это стендбай, да? Это состояние, режим такой, спящий режим. Как только что-то ты просто услышал, ты сразу пробуждаешь Иисус. Я здесь. Я оставляю все ради тебя. Я с тобой навсегда. Поймите, любовь именно так и поступает. Девушка пойдет за парнем, если она его любит, и он ее любит, на край света. Все. Она маму с папой оставит. Так Библия говорит. И так же парень. Понимаете, что делает любовь? Она что-то оставляет ради кого-то. Что атакует состояние ожидания? Чудесного действия Божьего. Это сомнения и неверие. Это факты. Физические факты. Ваши физические глаза будут вам сообщать негативные новости. Посмотри. Посмотри, как все плохо. Посмотри на свой банковский счет. Посмотри на неоплаченные счета. Посмотри в будущее. Особенно если... Знаете, я вот сам замечал, как я только насмотрюсь там каких-нибудь роликов про чипы. Потому что в 20-20 есть такая программа, там начнут чипы ставить по всему миру уже. Да, это уже в следующем году. И вот не смотришь этих чипов. И классно все. Этих роликов. Стоит насмотреться негативного. Стресс. А как же дети? А как же я? А как же... Какая разница? Да какая разница? Пусть дьявол себе ставит и своим людям. Написано в Библии, познал Господь своих. Он запечатлил нас. У нас уже есть метка. От Господа Иисуса Христа. Это отметина. Печать. Познал Господь своих. Ты Его. Ты Его ожидаешь. Конечно, это неудержимо. Это придет. Это факты. Но пусть это не ослабит твою веру. Пусть негативные факты, пусть сомнения не попадут глубоко в твое сердце. Потому что сначала они приходят в разум. Через глаза и через уши. Ты с открытыми глазами и ушами слушаешь новости. А что по новостям хорошего скажут? Там говорят только плохое. Чуть-чуть хорошего. И поэтому, соответственно, если ты хочешь потерять свою веру, включай просто мировые новости. Слушай, я тебе обещаю, вера у тебя пропадет. Но, если ты хочешь, чтобы у тебя была вера крепкая, и ты благодаря этой вере двигался, жил и достиг небес, это наша цель. Тебе нужно отрубить эти новости и включить другие новости царства. Через Слово Божие, через молитву, через видение, через реальное посещение Божье, Бог тебе сообщает, что в Его Царстве никаких проблем, никаких войн, никаких инфляций, никакой плохой погоды нету. И самолеты, и все нормально, летают, и все, транспорт ездит, и все классно. И никто не умирает. И от смерти люди только в жизнь переходят. Просто отключи одни новости, начни слушать другие. Как Вартимей. Он услышал об Иисусе. И мы видим, как женщина, страдавшая кровотечением, услышав об Иисусе. И люди-то как к Иисусу, в Иисуса верили. Они слышали об Иисусе. И тебе сегодня нужно услышать об Иисусе. Поэтому позволь, чтобы Дух Святой рассказал тебе об Иисусе и сказал тебе, какой Он чудесный, какой Он безлимитный, какие у Него добрые руки, чудесные руки. И они очень длинные. Они могут коснуться тебя там, где ты есть. Он может порвать эти цепи, которые тебя контролируют. Он может спасти тебя из любой ситуации. Он может ответить на любую молитву. Так. У него есть такие, знаете, подходы, о которых ты не знаешь. У него есть решение любой задачи. У него есть такие комбинации. Ты думаешь, есть, есть, есть А и есть Б. А у него миллион комбинаций на решение твоей проблемы. Все, что ему нужно от тебя, это вера. Вера, вера, доверие Ему. А когда ты доверяешь, ты ожидаешь. И когда ты ожидаешь, Он тебе обязательно даст чудо. Он тебя обязательно благословит. Он обязательно наполнит твое сердце радостью. Он тебя не разочарует. Это точно. Это точно. Это да и аминь. Субтитры создавал DimaTorzok